МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Мост в настоящее. Ремонт московского моста идет по графику. От книжки до вышивки. Лучший библиотекарь Чувашии работает в синьялах. Танцевальный фейерверк. В Чебоксарах разыграли награды открытого Кубка главы Чувашской Республики по танцевальному спорту. Представители высших учебных заведений стран постсоветского пространства собрались сегодня, пожалуй, в главном вузе России. МГУ имени Ломоносова. Там сейчас работает наша съемочная группа. Ольга Пырочкина с подробностями по телефону. Добрый вечер, коллеги. Сегодня наша съемочная группа работает на Воробьевых горах. В Московском государственном университете проходит знаменитая международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых Ломоносов. Это масштабные мероприятия разной секции от биофизики и биотехнологии до генетики, охраны окружающей среды и государственного и муниципального управления. А также заседание Евразийской ассоциации университетов. Она создана для взаимодействия между вузами стран постсоветского пространства. В нее входят более 130 вузов, в том числе и наш Чувашский госуниверситет имени Ульянова. В работе заседания принимает участие и его ректор Андрей Юрьевич Александров. В связи с тем, которые обсуждали ректора, инновационные подходы в управлении университетом и актуальная для всех учебных заведений страны тема, как подготовить востребованных работодателями и выпускников. Сегодня в МГУ находится и глава Чувашии, Михаил Игнатьев. Он встречался с ректором Виктором Садовничем. Они подписали соглашение о сотрудничестве между нашей республикой и главным вузом страны МГУ. Так что Воробьевы горы станут ближе к Чувашским студентам. Подробнее завтра коллеги. На заседании коллеги Минздрава Чуваши обсудили итоги работы в прошлом году и задачи на будущий. 2016-й был для отрасли здравоохранения удачным. В строй действующих введены три поликлиники в Чебоксарах и одна в Канаше. 25 ФАПов, хирургический корпус онкологического диспансера. Удалось сохранить и традицию увеличения продолжительности жизни. По предварительной оценке в 2016 году в республике она составила около 72 лет. Доступнее стала высокотехнологичная медицинская помощь. Число пролеченных пациентов увеличилось в сравнении с 2015 годом на 15%. Минувший год прошел под знаком борьбы с болезнями органов дыхания. И благодаря комплексным мерам удалось снизить смертность от этих диагнозов на 16%. Стабилизировался показатель смертности от онкологических заболеваний. Увеличился показатель пятилетней выживаемости пациентов и ранней выявляемости онкопатологии. Так, 55% онкозаболеваний было обнаружено на ранних стадиях. Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов особо заострил внимание на этой теме. Приоритетными в 2017 году будут совершенствование медицинской помощи матерям и детям, развитие логистики оказания медицинской помощи, профилактика абортов и увеличение доступности процедур ЭКО, направленных на повышение рождаемости. Строительство шестиполосного московского моста – одна из самых обсуждаемых тем в Чувашии. Смелый и дорогостоящий проект призван решить множество застарелых проблем. Разгрузить транспортный поток, обезопасить движение и, что немаловажно, украсить самый живописный уголок Чубаксар. 10 июня обещают начать асфальтирование. 10 июня. Обещаю. Если будет погода солнечная. С погодой мы поговорим. Хорошо. Пока погода остается единственной неизвестной составляющей в строительстве объекта. Все остальное идет по плану, а сроки сдачи даже превосходят ожидания. Ко дню республики планируется открыть первую половину монолитного моста. Он рассчитан на трехполосные движения. Полосы должны быть для общественного транспорта по 4 метра, для общего пользования 3,5. Мы делаем сейчас по 3,5. Это для общественного. И 2,75 для легкового транспорта. Как бы временно делаем уширение. Работы по возведению нового моста начались в 2015 году. За это время проделана колоссальная работа. Вы видите здесь полностью сооруженных 3 пролетных строения, 3 секции пролетного строения. На данный момент сейчас подготавливается конструкция СВСУ для сооружения 4 пролетного строения. Планируем мы забетонировать этот пролет 28 апреля. И также через 2-3 дня планируем сделать натяжение пролетного строения. Завершить всю работу подрядчики обещают в начале декабря 2018 года. К этому времени будет полностью реконструирован старый мост и открыто шестиполосное движение. Напомним, строительство моста осуществляется подрядной организацией «Пелискер». А общая стоимость контракта – более полутора миллиардов рублей. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Республика. В Чувашии отбирают претендентов на конкурс «100 лучших товаров России». Победители регионального этапа определят в Центре стандартизации, метрологии и испытаний. В конкурсе «100 лучших товаров России» чувашские предприятия побеждали не раз. Лауреатами престижной награды стали более 140 предпринимателей. Призерам конкурса вручают дипломы, знаки отличия и право публиковать специальную эмблему на этикетке продукции. Для многих потребителей этот знак является гарантом качества. «Конкурс направлен на то, чтобы возродить традиции качества в нашей стране. Потому что, сами знаете, в 90-х годах эти традиции качества как-то у нас упали, отошли на второй план. Если раньше наша продукция считалась всегда качественной, то в 90-е годы в связи с определенными событиями уже немножко качество отставало. И вот 20 лет уже этому конкурсу. Победитель конкурса – это почетная награда, почетное звание. Потому что не каждый может. Наверное, вы знаете, что в России много конкурсов проводится. Но чаще всего там платится определенный какой-то вступительный взнос, и тебе диплом обеспечен. Конкурс «То лучших товаров России» – это настоящий конкурс. Тут есть и проигравший, и победитель. В рамках конкурса выберут лучшие промышленные и продовольственные товары, а также изделия народных художественных промыслов. В отдельной номинации за звание лауреата поборются предприниматели, предоставляющие услуги населению. К участию не допускают производители лекарственной и табачной продукции. Прием заявок уже объявлен. Экспертная комиссия оценивает всесторонние данные виды продукции и услуг. И региональная комиссия по качеству выбирает те услуги и продукции, которые достойны будут представить нашу республику на федеральном этапе. Далее, это с августа месяца, работает уже исполнительная дирекция. Конкурс – это уже федеральный этап. Международный аэропорт Чебоксары объявил аукцион на поставку амбулаторного автолифта. В спецмашине должно хватать места для перевозки трех пассажиров на инвалидных креслах. Напомним, что о проблеме отсутствия амбу-лифта в аэропорту заговорили в конце февраля. Тогда спортсмену-паралимпийцу Замиру Шкахову, прилетевшему на соревнования в Чебоксары, пришлось спускаться по трапу самолета на руках. Специальное устройство для посадки и высадки маломобильных пассажиров должно появиться в Чебоксарской аэрогавани осенью этого года. Снег растаял, а под ним бутылки, пакеты, окурки, коробки и даже старые диваны. Мусорные подснежники появляются везде – в парках, скверах, вдоль дорог. Но больше всего их оказывается во дворах. К сожалению, многие чебоксарцы не отличаются особой аккуратностью. Часто бросают мусор, где придется. И если зимой снег помогал создавать иллюзию чистоты и ухоженности, то весной вся правда обнажается. Каждую весну во дворах жилых домов появляется столько мусора, что, кажется, снег не тает, а сразу превращается в бытовые отходы. Главная задача сейчас – привести столицу Чувашию в порядок. И если вдоль главных дорог, возле торговых центров, школ и садов уже стало намного чище, то в некоторых дворах под балконами все еще грязно. В городском управлении ЖКХ поясняют – за дворы и прилегающие к домам тротуары отвечают управляющие компании. Согласно правилам нормы технической эксплуатации Жилищного фонда, утвержденными постановлением Гостроя Российской Федерации номер 170, прописано, что после таяния снега управляющие организации обязаны убрать весь мусор, который вылез после таяния снега, остатки льда. С начала марта уже вынесено более сотни предписаний. Большинство нарушений уже устранили, а новые появляются каждый день. За сегодня еще одно. Как мы видим, по этому адресу, Ульбекова, 9, управляющая компания еще не приступила к уборке прилегающей территории. Завтра мы уже выдадим предостережение со сроком исполнения. Максимум тут два дня. Думаю, достаточно того, чтобы дворник убрался на прилегающую территорию этого дома. Поэтому посмотрим. Управляющая компания в основном предостережение исполняет, и предписания, выданные на нашу управление муниципального контроля, в основном исполняются. А спаривание наших предписаний еще и в этом году, и в прошлом году, и в результате прошлого года, если судить, еще пока не было. Внести свою лепту в уборку города могут и горожане. Во-первых, принять участие в субботниках и экологических акциях. А во-вторых, уважать труд уборщиков и не бросать мусор, где попало. Возле дома я старалась не мусорить. У меня сестренка есть, она вот как поедит, и она любит на улицу бросить в пакете какой-нибудь. Я ей говорю, ну не надо так бросать, и там выбросим мусорки. Все должны быть сознательными, правильно? Правильно. Никогда в жизни, вот я окурок не бросал на улицу даже. Напомним, весенняя уборка города официально стартует 17 апреля. Всех, кто выйдет на городские субботники, обеспечат перчатками, мешками и прочим необходимым инвентарем. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Кадеты Чувашии заняли первые места в нескольких номинациях 6-го всероссийского конкурса «Смотр строя песни «Марш победителя», который на днях завершился в Москве». Конкурс приурочен к 72-й годовщине Великой Победы. Кадеты Калининской, Маргаушской и Красночитайской школ показали безупречную форму и подготовку, блестящие знания истории России и отличные результаты при сборке и разборке автомата. Вопросы дальнейшего развития кадетского движения обсуждали на еженедельном совещании у главы Чувашии. В частности, речь шла о том, что уже в мае в Чебоксарах начнется строительство кадетского корпуса. Через полтора года республиканский кадетский корпус примет первых курсантов. Сейчас конструкторское бюро «Классика» разрабатывает проект, а в мае начнется строительство. Помимо учебного корпуса появится и общежитие на 250 мест. В кооперативном институте состоялось заседание по проблемам противодействия экономической преступности и коррупции. За круглым столом собрались представители власти, общественных организаций, преподаватели и студенты. Чувашия – аграрная республика, поэтому в регионе особое внимание уделяется сохранению целевого использования земель сельскохозяйственного назначения, отметила министр юстиции Наталья Тимофеева. В 2016 году впервые в Чувашию собственника были изъяты необрабатываемые земли общей площадью более тысячи гектар. Однако цель таких мероприятий – не изъятие участков, а понуждение собственников использовать их по назначению. Земельные вопросы – не единственная сфера применения антикоррупционного законодательства. В целом по противодействию коррупции принят полный пакет нормативных правовых актов в соответствии с федеральным законодательством. И эти документы затрагивают не только государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, но и затрагивают лиц, замещающих госдолжности. Член кабинета министров обязан уведомлять об иной оплачиваемой деятельности. Перед судом пристанет житель Чебоксарского района. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Он разрешил своей дочери попрактиковаться в стрельбе из пневматической винтовки в школьной столовой. В тот момент в учебном заведении проводились районные соревнования. Пуля попала в спину 11-летнего школьника. С тяжелыми травмами его доставили в больницу. В ходе следствия следователям были приняты меры по установлению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. В частности, Управление образования администрации Чебоксарского района принесено представление о принятии мер по устранению этих обстоятельств. По результатам принятых профилактических мер к дисциплинарной ответственности привлечены сотрудник управления образования администрации района, директор Вурман-Сюктерской среднеобщебразовательной школы, его заместитель, а также два преподавателя этой и Черкосинской среднеобщебразовательной школы. В настоящее время следователям собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существам. Завтра весь мир отмечает День космонавтики. Известный режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов и участники медиафорума ОНФ, который завершился на прошлой неделе в Санкт-Петербурге, предлагают всем участвовать во флешмобе «Подними голову». 12 апреля в 9.07, именно в то время, когда Юрий Гагарин полетел в космос, нужно посмотреть в небо и выложить в социальные сети селфи с поднятой головой. Официальные хэштеги «Время первых. Подними голову. Поехали». Стали известны победители ежегодного конкурса «Территория культуры Чувашской республики». Лучшими стали Канажский, Алатарский и Чебоксарский районы. Так, в Синьяльской сельской библиотеке дети, свободные от уроков времени, посещают кружок вязания. Там же работает лучшая библиотека республики. Вот уже 19 лет лучшей библиотекарь республики Татьяна Кириллова трудится в Синьяльской сельской библиотеке и всегда старается быть в курсе всех новаций библиотечного дела. Охотно внедряет их в практику. Про свою работу она говорит стихами. Мой дом второй, библиотека. Своей работой дорожу. И честно, до скончания века лишь только ей принадлежу. И я не знаю человека, который в жизни бы хоть раз не посетил библиотеку и не нуждался бы в нас. Она была и есть и будет. Я книжным воздухом дышу. Библиотека служит людям, а значит им и я служу. Татьяна Кириллова не скрывает сельскую библиотеку, идут не только за книгами, но и поделиться своими радостями, проблемами, обсудить последние новости и раскрыть творческие способности. Библиотека на селе – это особая библиотека. Мы же всех знаем. И нас все знают. Мы на виду. Люди приходят разные. Мы, как говорится, как медики, врачу им словом. Помогаем добрым советам. Может быть, какая-то юридическая помощь нужна. Сейчас вот с тем, что у нас интернет, очень много приходит регистрироваться на госуслугах. Мы помогаем. Здесь же, в сельской библиотеке, для школьников несколько раз в неделю проходит кружок «Веселые петельки». Руководит им мастерица Татьяна Коробко. Терпеливо, ряд за рядом, она показывает детям, как правильно вязать крючком. И так каждому празднику ребята своими руками готовят мамам и папам подарки. Мы сделали эту корзину на 8 марта. Туда можно вкласть конфеты, шоколады, бусы и так далее. Мы эту корзину делали один день. Мы сделали с Татьяной Михайловной. Я хочу свой дар, свое умение передать детям. Я лет, наверное, 10 уже занимаюсь. Больше у нас мальчиков, конечно, очень активно они вяжут. Они так вот, они хотят показать, что они не хуже наших девочек. Пальчики работают, моторики работают, они начинают хорошо учиться. В их классе, вот сейчас третий класс, они все ударники. Как отмечают руководители кружка «Веселые петельки», заниматься творчеством только в кружке недостаточно. Очень важно, когда увлечение детей поддерживается и родителями. Тогда и результат будет. Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, «Республика». В Чебоксарах разыграли награды открытого Кубка главы по «Республике по танцевальному спорту». Соревнования проходят второй год подряд. В этот раз они получили статус межрегионального турнира. Шикарные танцы, необыкновенная пластика и артистизм. Красота этих танцев завораживает. Даже министр культуры не удержался и начал снимать участников турнира на телефон. Две минуты на паркете и за это время необходимо выложиться на все сто. Судьи оценивают музыкальный темп, чувство ритма и даже то, насколько партнеры соблюдают дистанцию в паре. Ксения Бочек и Станислав Яриков одержали победу. К этому турниру, говорят, ребята готовились не одну неделю. Позади многочасовые репетиции. Готовились со временем, это все нарабатывалось. Соперники были очень сильные. Каждый день по три часа занимались. Моя Ксюша занимается бальными танцами с пяти лет. Она очень серьезно к этому относится. У нас подрастает еще одна ее сестренка, маленькая малышка, три годика. Она все повторяет все движения уже сейчас за ней. А как ей дается, это очень тяжело дается, конечно. И надо успевать, и надо тренироваться, и внутренне себя подготавливать к этому. За награды турнира «Танцевальный фейерверк» боролись более 500 спортсменов из шести регионов. Конкуренция слишком серьезная. В копилке многих участников уже есть медали престижных чемпионатов. Надо очень сильно стараться. Например, в стандарте стойку, а в латини стараться, чтобы корпус был впереди, бедрышки. Ну, танцевали. Это официальный турнир, и победители наберут очки, баллы для того, чтобы повысить класс спортивного мастерства. Тем он и хорош, в принципе. Хозяева турнира не подвели. Чебоксарцы завоевали большинство медалей. Вообще, танцевальный спорт в республике с каждым годом набирает популярность. «Танцевальный фейерверк востребован молодыми людьми. Молодежь всегда ищет, где же самореализоваться, где же найти себе любовное дело, так скажем, или в спорте, или в искусстве, или в живописи. И эти дети, конечно, они только будут делать доброе дело. Они будут любить своих родителей, бабушек и дедушек. Они уважительно будут относиться к любому человеку, который живет в нашем обществе». В следующем году организаторы намерены расширить географию турнира, а, возможно, и пригласить спортсменов из других стран. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Приближается одно из важнейших событий для христиан всего мира – светлый праздник Пасхи. Столица Чувашия готовится встретить ее во всеоружие. Лакреевский лес и детский парк имени Николаева – главные площадки предстоящего события. Там пройдет пасхальный фестиваль. Подготовка уже началась, ведутся уборочные работы. В Лакреевском лесу установят арт-объекты, пасхальные яйца, тематические арки, домики. Все выходные в столичных местах культуры и отдыха будут действовать скидки на аттракционы. 15 и 16 апреля в парках в течение дня будут проходить мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и народному творчеству. Состоится распродажа куличей, детские фольклорные посиделки, концертные программы и конкурсы. В детском парке имени Николаева пройдет концерт православной музыки с участием Чебоксарской звонницы. Активная работа идет и в организациях города. Детские сады проводят выставку «Пасха глазами детей». Библиотеки и учреждения доп. образования организовывают мастер-классы по изготовлению пасхальной атрибутики. На следующей неделе в Чебоксарских храмах пройдут пасхальные богослужения. А в конце месяца состоится межрегиональный инклюзивный фестиваль «Пасхальная радость». Зрители национального телевидения Чувашии могут увидеть пасхальные богослужения в прямом эфире. Трансляция из Покровско-Татьянского собора начнется в 23 часа 15 апреля. Активные, талантливые и смелые пять ярких представителей учебных заведений столицы Чувашии сражаются за звание лучшего. В финале проекта отличным студентам предстоит показать творческий номер. Они сдавали экзамен ГИБДД, осваивали автодром, учили делать сальто, готовили, подбирали себе луки и даже состязались в караоке-баттле. Почти два месяца участники соревновались друг с другом. Каждый из них на деле доказал, что именно он достоин почетного звания победителя проекта. И все же отличным студентом 2017 станет только один. Кто это будет, смотрите 11 апреля в 20.30 в эфире национального телевидения Чувашии. Наши новости и программы можно посмотреть на сайте НТРК21.ру. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова